Более 500 детей накануне поучаствовали в спортивном фестивале «Футбол в школе». Проект, придуманный в Российском футбольном союзе, развивают в 83 регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. На встречу с юными футболистами приехали даже титулованные экс-футболисты сборной России. Рассказывает Алексей Любар. В том, что Алтайский край – это регион футбольный, спорить как минимум странно. Судите сами, только за два года в проект «Футбол в школе» вошли 72 учебных заведения, а в следующем году в «Крае» вообще планируют запустить первый сезон школьной футбольной лиги. Хочу поблагодарить Российский футбольный союз за такую организацию, за поддержку, за то, что внедрили проект «Футбол в школу», дети больше стали увлекаться футболом. Какие впечатления по сегодняшнему фестивалю, очень здорово, дети все довольны, очень-очень интересно. Хотелось бы побольше таких мероприятий. В проекте «Футбол в школе» не боятся учиться. Даже педагоги на фестивале сначала подтянули теорию, затем вместе с инструкторами и методистами РФС отработали практические задания. Апофеоз фестиваля – мастер-класс от бывших футболистов сборной России. Руслан Пименов подобные уроки точно не в школе получал. Урок футбола у нас был один – это двор, а второй урок футбола – это футбольная школа. Она же «Секция» называлась. Футбол в России есть, жив, и благодаря футболу в школе он будет развиваться семимильными шагами. И скоро вот эти маленькие звездочки дойдут до сборной России. В каждом регионе 300 детей минимум. Где-то было уже под миллион накоплено за всю историю проекта. Но это здорово. Детишкам нравится, нас приглашают, нас ждут. В общем, большой проект, и он не только о футболе. Это вообще сплочение какое-то спортивное. Экс-полузащитник английского Эвертона Диньяр Беледдинов, бывший нападающий французского меца Руслан Пименов, а также их товарищи по сборной России Виктор Булатов и Дмитрий Сенников. Согласитесь, состав неплохой. После мастер-класса звездные гости устроили так называемый дыр-дыр вместе с ребятишками. Считайте голы! Мы играли против профессионалов из сборной России. Они приехали и показали нам очень хороший результат. Было очень круто. Игроки сборной России нам показали очень много хорошего. И финты очень хорошие нам показали. Ровно 40 профессиональных мячей, фишки, конусы, малые ворота, а также фирменные манишки. Все это бесплатно получают школы, которые уже вошли в проект Российского футбольного союза. Пришло время, когда футбол в школе стал точно таким же учебным предметом, как русский язык или математика. Но все же сыграть за свою команду или отправиться на трибуны. Этот выбор девчонки и мальчишки по-прежнему делают сами. Алексей Любар, Алексей Леоненко, Вести Алтай.